Здравствуйте! Репортер 73, программа «Реальность» подводит итоги минувшей недели. Все самое интересное за полчаса. В студии Ирина Колодко. Смотрите в программе. Губит людей не пиво. Давайте займемся этим, чтобы этих фанфуриков вообще не было в магазинах. Водка, водка, пиво, пивом в определенные часы. Но насчет фанфуриков я против, потому что пьют везде и всегда, и кругом кидаются. Ульяновская область против пьянства. Если появится федеральное ограничение на свободную продажу перчиков, кто-то не отравится, кто-то забудет про перегар, а кто-то спасет свою судьбу. Ни пяди земли отступать некуда. Матери защищают право своих детей на площадке с качелями. Кто его отнимает? У меня полуторагодовалый ребенок. Стройка со стороны нашего дома не оставила нам места для выхода из подъезда вообще. Если еще с той стороны будет погрузка раскрутка автомобиля, эти пунктовые машины будут проезжать практически по нашим ногам. Ребенок будет выходить из машины и, не дай бог, попадет под колесо автомобиля. А пока непоправимое не случилось, внимание, вопрос. Господам предпринимателям, кто строит магазин и совсем не думает об интересах людей нашего микрорайона, с таким вопросом, есть ли вообще предел человеческой жадности? Реальность покажет, кто победит. Я бы в школьники пошел. Дороговато. Если хочется еще действительно, чтобы 11 класс, то форма, то всякие какие-то рюшечки хочется, потому что и последний звонок, и все-таки 11 класс, но выходит копеечку. Родителям нужна подушка безопасности в денежном выражении, шкалерам выдержка. Страшно немного. Почему? Потому что волнуюсь. А всем вместе учение Аристотеля. Аристотель говорил, подниматься вверх всегда труднее. Сейчас спускаться вниз по лестнице. Нас выбирают или мы выбираем? Усталость после жаркого лета развеет бодрящие потоки предвыборной агитации. Интересуйтесь политикой, чтобы она не занялась вами. Или почему в современной политике уживаются ложь и искренность? Кому нужны разоблачения, сенсации и перебежчики? Нам-то что от этого? Ну, значит, политике виноват, что мы не интересуемся. Потому что, наверное, живем и живем потихонечку. Начнем с темы вечной, а потому популярной и среди простого люда, и среди фигур, что называется, со статусом. Речь об алкоголе. А точнее, повальном пьянстве и деградации. Изнанка бойкого наступления на алкоголизацию населения. Любые ограничения в торговле дают рост незаконного оборота без акцизных декалитров левого алкоголя. Люди травятся смертельными жидкостями, разводят лосьоны, настойки, этиловый технический спирт. В то же самое время производители фанфуриков, слово-то какое ласковое, подсчитывают миллионные доходы. Косметические средства, эти склянки с перчиком, травками и отдушками, они вовсе не лекарственные и не предназначены для употребления внутрь. И конец печален. От эпилепсии, слепоты до циррозов. Почему так пьют? Ученые открыли мудреный ген, который якобы отвечает за безмерную тягу к алкоголю. И это вовсе не распущенность, а болезнь, по их словам. А социологи винят во всем угнетающую бедность. От безысходности и стакан кажется полнее. Когда похороним несколько десятков поселков, малых городов по всей стране, тогда и поймем, что наживаться на этом поле аморально. Деньги алкогольные все-таки пахнут, и многим не дают покоя с завидной периодичностью. Рюмочный и алкоголь в разлив. Косметические спиртосодержащие тоники в киосках и алкоматы. Вариантов обойти законодательство и тем самым получить выгоду от реализации алкогольной продукции много. И все они давно известны. Необходимо только решительные действия для того, чтобы дело о запрете и лицензировании подобной продукции сдвинулось с мертвой точки. Первый шаг сделан. В регионе набирает обороты компания по сбору подписей за принятие федерального закона о запрете и лицензировании спиртосодержащих тоников. Сегодня уже часть, пока саккумулировано в наших руках небольшое количество подписей, но на пятницу у нас уже было около 700 подписей собрано. То есть мы активно работаем. Я думаю, что будет большое количество подписей собрано в поддержку именно этого вопроса. Кстати, Димитровград изо всех городов области ближе всего к одному из источников фанфуриков. В буквальном смысле слова. В Муловке Меликесского района, отравляя по мнению местных жителей воду и воздух выбросами, ежедневно тысячи литров выдает завод по производству спиртосодержащей жидкости, основы перчиков и боярышников. В основном их эти фанфурики употребляют наши местные алкоголики и не только наши местные алкоголики. То есть если покопаться в интернете, можно увидеть, что они даже доходят до Хантамансийского округа. Вот куда даже доходят эти фанфурики. Муловцев не столько волнует факт употребления фанфуриков далекими хантами, сколько трудностей собственного выживания. Пока что, говорят в поселке, завод выживает нас. Нам же скоро не выжить. Но цели закрывать его нет. Пусть работает, процветает. Это рабочие места, налоги. Устраните выбросы и жители области готовы будут и дальше производить наполнитель для фанфуриков. О том, насколько это выгодный бизнес, здесь тоже наслышаны. 100 грамм – 12 рублей. 5 штук – это пол-литра, 60 рублей спирт. Дели наполам – получат 30 рублей водки. И зачем алкоголикам брать за 300 рублей у нас в магазине водки, когда нет фанфурики? Хорошо берут. Если в аптеке будут продавать, а не в магазинах или в киосках, то очередь будет дульянусь. 356 человек в год. Официальная смертность в регионе напрямую связана с употреблением фанфуриков. И проблема – это всероссийского масштаба. А главное, что при страсти к такого рода косметическим средствам порождается лык-лубок новых проблем. Эта тема алкоголизации связана с дальнейшими вопросами, что у нас есть безнадзорные дети, что у нас есть семьи в социально опасном положении и другие негативные явления в нашей жизни. Это все необходимо, конечно, нам надо искоренять, а искоренять вот таким образом. Ульяновску не впервые быть на передовой. Именно наш регион стал одним из первых в вопросах ограничений продажи алкоголя в магазинах. Теперь нужен еще один решительный шаг, который пресечет спокойную жизнь производителей и продавцов этой отравы. Так же, как и будущее спиртзавода в Муловке, под вопрос может поставить единодушный порыв региональных законотворцев. Бороться с фанфуриками намерены на федеральном уровне. И навряд ли народные избранники ограничатся непопулярными в народе полумерами. Продавать нельзя, а делать можно. Пришло время правильно расставить приоритеты. Что более важно региону сегодня – рабочие места или здоровье его жителей. Интересен опыт Татарстана. Обложить фанфурики акцизом на законном основании не получилось, и на помощь призвали общественность. За сообщение на горячую линию достоверной информации о суррогате полагается премия из бюджета. А в Чувашской республике на ларьки с косметическими лосьонами наклеивают стикеры с предупреждением «Стоп, фанфурик». Ну, выбирайте, как говорится, что по душе и что по карману. Инициатива Ульяновской области тоже понятна. Ждем ее продвижения. Если вы уж такие активные, сделайте, наконец, что-то полезное для народа. Другая заметная новость на фоне начала школьного сезона – стоимость питания учеников. В регионах страны она увеличивается дважды в год – в январе и начале учебного года. Но в этом году традиция нарушена, во всяком случае в Ульяновской области. От школьных столовых требуют соответствия высоким нормам центров здорового питания. А организаторам, ассоциациям социального питания рекомендованы вовсе не допускать роста цен. Средняя стоимость школьного завтрака и обеда в Ульяновске сейчас составляет 107 рублей. Это, кстати, один из самых низких показателей в Приворском федеральном округе. Льготные категории школьников по-прежнему будут обеспечены бесплатным питанием. Новости есть и у Екатерины Мазуряк. В Ульяновске, несмотря на кризисы, будут строить школы. Это было оптимистично. Буквально за несколько лет здесь, в северной части города, пустырь превратился в жилой массив. Сейчас в микрорайоне «Искра» проживает около полутора тысяч детей от 6,5 до 18 лет. И школьникам приходится ездить в соседние учебные заведения. А как известно, лучшая школа – та, что рядом с домом. Детей много, а школы ближайшей нету, конечно, нужно. Дети растут, перспективы очень волнуют детей, а школ до сих пор нет. Такой огромный район. Очень ждем, очень нужна нам школа. Хорошая. За последние годы в Ульяновске введено более 7 тысяч новых мест в детских садах. Будущим школьерам необходимо современное образование. Благодаря усилиям главы региона Сергея Морозова, некогда пустырь станет местом большой стройки. Школа будущего появится в Ульяновске уже в 2018-м. Документ о начале строительства подписан. Сегодня мы подписали разрешение на строительство. Это первое разрешение, которое было подписано за последние 20 лет. А связано это в первую очередь с тем, что на сегодня город Ульяновск вместе с Ульяновской областью очень активно развивается. У нас все больше и больше молодежи. Поэтому на сегодня этот вопрос стал очень актуальным. Тем временем место под возведение новой школы уже определено. Начались и строительные работы. Согласно паспорту объекта, уже к 1 сентября 2018-го школа откроет в свои двери более чем тысячи учеников. Для ребят построят спортивные тренажерные залы, библиотечный информационный центр, школьную типографию, медиа-центр. Строительство уникального образовательного комплекса в микрорайоне «Искра» оценивается почти в 900 миллионов рублей. Законодательное собрание Ульяновской области все необходимые решения примет для поддержки софинансированного из регионального бюджета. Но мы сегодня реально понимаем, что это проект федеральный. И львиные доли средств, которые будут потрачены на строительство новой школы, это средства в федеральный бюджет. Новая школа станет одним из звеньев в развитии профильного образования. Более того, образовательный комплекс будет полностью оснащен всем необходимым для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Городские власти уверяют, что новая школа не будет последней. Это только первая ласточка в череде строительства школ на территории Ульяновска. И, конечно, в эти дни мы вспомним трагедию Беслана. 3 сентября в 9 часов на площади 100-летия и саня рождения Владимира Ильича Ленина у памятника Дмитрию Разумовскому состоится митинг-реквием. Откроется пост номер один. В 13 часов у памятника студенты педагогического колледжа проведут урок мужества. Приходите, помните. И вновь о строительстве. Только что рассказали о позитивном примере. Новому району нужны школы, больницы, бассейны, дороги. Но вот нужны ли забегаловки и арендные клетушки для торговых офисов лоточников? В одном из микрорайонов города, активно развивающемся, зреет нешуточный скандал. Жители приобретали квартиры в новостройках не для того, чтобы их дети играли среди ящиков, всевозможные тары и бутылок. Люди против. Ну и что? Комплексная застройка, интересы всех жителей, инфраструктура в шаговой доступности. Буквально несколько дней назад эти слова гордо звучали в докладах на коллегии регионального министерства промышленности, строительства, ЖКК и транспорта. Параллельно с тем, как в микрорайоне Юго-Западной, в Засвяжье, Ульяновской разворачивалась борьба жителей новостроек за свое право на уютный двор и комфортную жизнь. Мы покупали квартиру в мае 2015 года на этапе строительства. Нам обещали здесь детскую площадку. На мой вопрос, какой магазин здесь должна была быть детская площадка? Они говорят, земля продана и здесь будет строительство какого-то здания. Я говорю, кому продана земля? Неизвестно. То есть они нам эту информацию предоставить на тот момент не могли. Прямо в центре двора единого для шести многоэтажных домов неожиданно для всех, кто видел рекламные буклеты строительной компании, где эти пяди земли не были обречены под застройку, началось строительство. Информационные щиты на заборе, за которым, кстати, оказалась территория парковки для машин одной из девятиэтажек, появились не сразу. Так что местные активисты успели провести настоящее расследование и установили, кому принадлежит огороженный квадрат и что планируется тут построить. Какие-то будут развлечения, досуг. Это опять-таки же будет здесь рюмочное, закусочное, так как предприниматели САГО, они в основном занимаются продуктами и рюмочные, и закусочные. Вот еще оптовые склады у них. По городу тоже у них это предостаточно, таких объектов. Кому и как вести свой бизнес в России, может указать только представитель закона. Обычная практика. Есть нарушения, есть реакция. Жители микрорайона утверждают, нарушены СНИПы и СанПины. Заявление с требованием не допустить строительства и создать здесь рекреационную зону направлено в адрес временно исполняющего обязанности губернатора региона. Но самое интересное, как вся эта ситуация коррелирует со словами председателя областного правительства Сергея Морозова. В марте он заявил, цитирую, «Нельзя отнимать у жителей многоквартирных домов те небольшие участки земли, которые они сейчас имеют. Все эти территории должны быть использованы для благоустройства, как зеленые зоны, подпарки, скверы для отдыха горожан, но ни в коем случае не для застройки. Нам не нужна точечная застройка, и не надо нас пугать, что отказавшись от нее, мы затормозим строительный рынок. Конец цитаты. Написали с таким вопросом, почему не соответствует вот этим вот нормативным документам вот этот вот акт купли-продажи и разрешение на застройку. Как сказали нам в администрации, ну что вы хотите, по инсоляции это проходит, вам темно не будет, так что, а подъездные пути, ну подъезжайте же вы, ну в чем проблема тогда, и эти машины тоже так же приедут. В городской администрации сообщили, все документы на строительство у предпринимателя действительно в порядке. Никаких преград на возведение культурно-развлекательного заведения в новом микрорайоне нет, однако дать разъяснение под видеозапись отказались, сославшись на занятость. В условиях комплексной застройки, когда дома на небольшом пятачке земли стоят так плотно, что на шесть из них получается практически один общий двор, сложно так сразу дать ответ, точечное это будет строительство или нет. Если предположить, что перед нами все-таки первый, печальный для жителей окрестных домов вариант, получается крестовый поход, объявленный региональным правительством против точечной застройки в областном центре, на практике уже исчерпал свои возможности, столкнувшись с не менее важными интересами бизнеса. Зная любовь Сергея Ивановича Морозова к детям, обратиться с такой просьбой и помочь построить вместо вот этого магазина обещанную детскую площадку, то есть игровую площадку, то есть для детей объекты, или детскую площадку, или спортивную площадку, поставить хоккейную коробку, например, или спортивные тренажеры. Сага об осага на протяжении нескольких лет. Отмечена динамика управления ситуацией. Вступили в силу позитивные изменения законодательства, так называемый период охлаждения, который позволяет в течение пяти дней отказаться от договора добровольного страхования. Еще страховая компания теперь может отказать выплате возмещения по осага, если поврежденный автомобиль не был предоставлен ей на осмотр. Эксперты утверждают, что доля криминальных автоюристов на сегодня составляет от 30 до 40% всего рынка. Они фальсифицируют и сами страховые случаи, совершают подлоги документов, вводят в заблуждение автовладельцев и тому подобное. Так что будьте на чеку и отстаивайте свои права. Здравствуйте. Обе все есть в наличии, да? А сага? Со страхованием жизни. А без? Без нет. Почему? Такие условия. С такими условиями соглашаться до недавнего времени приходилось бесчисленному числу россиян. Автовладельцы тщетны пытались взывать к справедливости, жаловаться и писать, и даже обращались на прямые телевизионные линии лично к президенту. Неужели страховое лобби так сильно, что вся страна попала в зависимость? В Ульяновске ситуация с навязыванием своих условий со стороны страховых компаний ничем не отличается от других регионов. Владимир Штурбабин уже вторые сутки обивает пороги одной из организаций в попытках получить заветный полис ОСАГО, застраховав только автомобиль. Но не тут-то было. Там была дополнительная услуга. Страхование квартиры от пожара и наводнения. Я ей объяснил, что я приехал страховать автомобиль, а не квартиру от пожара и наводнения. Она сказала, что это входит в перечень услуг. Мы долго с ней рядились. И я перед ей объяснил, что я нуждаюсь только в ОСАГО. Мне не нужно страховать. То, что она мне навяливает. Мы вообще минут 15 сморядились. Ничего не вышло. Я просто встал и ушел. Бывает такая ситуация, когда оформление полиса по необязательным видам страхования становится условием для того, чтобы вам продали полис ОСАГО. Если вы столкнулись с таким, то вы можете предупредить страховщика, что готовы записывать разговор на диктофон или телефон. И начинать делать это, если предупреждение не помогло. И вот, лед тронулся. Стон автовладельцев услышан. Разрушать принцип «вынь да положь» за навязанные услуги стали уже с 31 мая этого года. Так называемый период охлаждения позволяет водителям в течение пяти дней отказаться от подобной добровольной страховки. Более того, за навязывание допов с августа 2014 года для страховщиков введены новые штрафы. Необоснованный отказ страховой организации от выдачи полиса ОСАГО карается административным штрафом в 50 тысяч рублей. В последние годы мы часто сталкивались с нарушениями на страховом рынке со стороны страховых компаний. Полномочия Федеральной темнопольной службы распространяются лишь на одну компанию, Росгострах, которая является монополистом на рынке ОСАГО. В данном случае мы и средства массовой информации получили сведения о новых нарушениях. И со своей стороны мы проведем анализ всей деятельности Росгостраха в 2016 году. При повторении тех нарушений, за которые мы уже накладывали штрафные санкции в размере 700 тысяч в прошлом году, мы вновь наложим штрафные санкции. У ФАС уполномочено наказать монополистов за преднамеренный сговор. Офизлицам, водителям, рассерженным и незаслуженно обиженным с 2016 года стоит направлять свои жалобы в Роспотребнадзор, прокуратуру и Центральный банк России. Одни обеспечивают соблюдение федерального законодательства, другие являются регулятором финансовой сферы и вправе даже отозвать лицензию на тот или иной вид деятельности. Артем Петров, Александр Кудряшов, репортер 73. Дополнительную льготу по транспортному налогу для ликвидаторов аварий Чернобыльской АЭС и приравненных к ним категориям лиц ведут в Ульяновской области. Эти изменения в региональный закон одобрены на заседании правительства под руководством в Рио губернатора Сергея Морозова. Предполагается освобождение от уплаты транспортного налога ульяновцев, имеющих в собственности автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил или старую машинку, которой уже более 15 лет. А тот, кто имеет более двух машин или еще больше, льготу предоставят по одному автомобилю на выбор. Подобный закон уже действует на территории Ульяновской области, а новая редакция позволит значительно увеличить число ульяновцев, получающих социальную поддержку. И далее коротко о других цифрах из жизни региона. В 429 школ области приняли 115 тысяч учеников, 12,5 тысяч из них первоклассники. Накануне родители смогли приобрести все необходимое для своих шкалеров на ярмарках по доступным ценам. Кроме утилитарной функции ярмарки имели и консультативную часть. Специалисты сферы образования отвечали на волнующие вопросы, предоставляли помощь психологов и педагогов. Нашлось время и для развлекательных мастер-классов по аквагриму, художественной липке и парикмахерскому искусству. Закрыт на плановую дезинфекцию. За последнюю декаду августа в областном роддоме зафиксировано 5 случаев заболевания гнойно-септической инфекцией, вызвать которую способен золотистый стафилококк. Сказалась и перегрузка. Роддом был переполнен. Только в июле здесь родилось более 400 малышей. По словам медиков, об эпидемии речь не идет. Профилактическая помывка закончится 9 сентября. Тем временем регион держит курс на повышение качества медпомощи. Объединение поликлиник правобережья улучшило материально-техническую базу учреждений. В поликлинике на улице Варекиса отремонтировано помещение. В стационаре детской поликлиники номер 1 на улице Льва Толстого ремонтируют вентиляцию, укладывают плитку, заменяют лестничные марши и оконные блоки. Завершен ремонт детских кабинетов в поселке Пригородный и семи офисах врачей общей практики в Ульяновске. Строительство перинатального центра завершено в декабре. И уже в следующем году он примет первых пациентов. Это не только рабочие места, дано и возможность закупки современного оборудования и самое главное – спасение детей. Проект «Открытая реанимация», который региональные власти внедрять на территорию Ульяновской области, кардинально изменит работу ранее закрытых для посещения реанимаций. Коллегия регионального министерства промышленности, строительства ЖКК и транспорта подвела итоги семи месяцев этого года. Мы, наконец, стали строить комплексно и грамотно. В регионе активно работают социальные программы. Например, только за неполный год в рамках губернаторской ипотеки жилищные условия улучшили 142 семьи работников социальной сферы. Достойное жилье получили и 225 детей-сирот. В сельской местности определяющим фактором развития остаются газификация и дороги. План по ремонту в регионе выполнен на 60%. До конца года в нормативное состояние дорожники приведут еще 470 километров полотна. Внимание, арахнофобия! Смертельно опасные пауки появились в Центральной России. Всемирная сеть пугает ссылками. Особо впечатлительные ульяновцы принимают это за доказательство угрозы. Специалисты утверждают, что любой паук ядовитый, но не для человека. Яд паука рассчитан на поражение соразмерной ему добычи. Соблюдайте элементарные правила безопасного поведения на природе. Не ловите, не трогайте неизвестного жука, паука, ящерку и так далее. Кстати, с начала 2016 года в Ульяновске зафиксирован всего один факт укуса, не представляющим угрозы пауком-крестовиком. За то же время жители области 15 раз пострадали от укусов гадюк. К счастью, каждая из историй завершилась благополучно. Сменим тему, хотя кому-то процессы, захлестнувшие предвыборное поле, явно напомнят борьбу пауков в банке. Выражение это, кстати, давно стало пословицей, благодаря их неуживчивости. Вот такими же неуживчивыми выглядят и наши кандидаты. Обвиняют друг друга в ошибках, подтасовках, передергивании фактов и даже пугают друг друга, следуя принципу «в борьбе все средства хороши». В непримиримости кандидатов обвинение в спойлерстве, незнании области, перебежничестве и всяких возможных злоупотреблениях, словом, поиск виноватых во всех наших бедах. Вечный, кто виноват. А вот вопрос «что делать?» остается риторическим до единого дня голосования. Что делать? Голосовать. Вот что думают об этом ульяновцы. Ну, все голосовать пойдем, все будем. То есть политика для вас отголосовать? Ну, не только. Почему же? Это влияет на нашу дальнейшую жизнь. Вы что-нибудь знаете про ульяновскую политику? Политику? Нет, не знаю. Знаете каких-нибудь политиков ульяновских? Нет. Вообще никаких? Нет, никаких. А какой событий предстоит нам совсем скоро? Выборы, выборы. О, куда? Куда? Не знаю, куда, в Госдуму. Выборы в Государственной Думе предстоящие – это интересная тема для вас? Ну, в принципе, да. Для каждого жителя нашей страны это интересная тема. Будете участвовать? Обязательно. Вы не интересуетесь политикой? Вообще полностью, да. Почему? Как так сложилось? Да, других забот хватает. Ну, значит, политике виноват в том, что мы не интересуемся. И получается так. Почему в Леновске никто не интересуется региональной политикой? Даже все, в принципе, заняты тем, что решают свои проблемы насущные. Это весь ответ. А вы интересуетесь? Нет, тоже. Ну, а вы почему не интересуетесь? Не интересно. Нет, ну, выборы, конечно, меня интересуют. Я хожу, выбираю конкретно того человека, кто мне понравился. В Леновске политика как явление существует? Ну, скорее всего, для народа нет. Потому что, наверное, живем и живем потихонечку. В Ульяновской области существует политика как явление? Ну, она как бы есть, но она не распространенная, если честно сказать. Но она есть на самом деле. Можно в каких местах узнать, вот знаю много местов, она есть. Но она как-то не распространяется вообще. Вы каких-нибудь политиков ульяновских знаете? Нет, не надо. Многие, наверное, считают, что не в их силах что-то изменить в стране. Вы политикой интересуетесь регионально? Нет, абсолютно. А у нас вообще в городе есть какие-то политики? Вот люди, которых можно назвать политиками? Не знаю, не знаю. Ни одного в смысле? Нет, я знаю фамилии, но я не вижу людей, которые что-то делают для нас простых людей. В Ульяновске политика есть как явление вообще? Ну, судя по вывескам про выборы, есть. Политика в Ульяновской области существует? Не знаю, не слышал. Профессиональный тренерский состав, индивидуальные занятия, новейшая система очистки и подогрева воды, а также лояльные цены. Все это бассейн «Буревестник». Шесть 25-метровых дорожек способны одновременно принять до 70 человек. А самое главное – посетить «Буревестник» каждый желающий может в любое время года. Проведить свое спортивное лето вместе с «Буревестником». На базе комплекса открылся новый фитнес-зал, где под руководством опытных тренеров добиться желаемой фигуры получится в самые сжатые сроки. Также «Буревестник» предлагает посетителям акции на выгодных условиях. В настоящий момент действует акция. Кто возьмет абонемент на 2 месяца, получит 5 сеансов массажа до конца года бесплатно. Телефон для справок 440285. «Буревестник». Быть первым, быть лучшим. Это фотосалон «Чизфото». Мы хотим рассказать, почему наша мобильная фотостудия – это выгодный интерактив на любом событии. Как она работает? Мы приезжаем на мероприятие с профессиональным фотографом, студийным светом, пресс-волом и оборудованием для печати. После фотографируем всех желающих. Свои портреты гости получают на фотобумаге или магнитах моментально и бесплатно. Важная новость. В Ульяновской области решено увеличить финансирование санаторно-курортного лечения жителей. Исследуем тренду о развитии отечественных курортов, заданному президентом Путиным. До конца года запланировано дополнительно выделить из областного бюджета порядка 36 миллионов рублей для приобретения путевок в санаторий области. Это позволит в два раза увеличить количество жителей региона, прошедших лечения. Ну а еще не забудьте про свои дачи, огороды, собирайте урожай. И обязательно 3 сентября в Заволжском районе Ульяновска посетите фестиваль «Яблок». Сельскохозяйственная ярмарка представит овощи и фрукты нового урожая местного производства по приемлемым ценам. Волонтеры помогут в доставке продуктов пенсионерам. Будет организована работа в социальном такси. На этом все. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok